вот и он стал пить короче я сейчас на реабилитации центр реабилитации вот он сейчас воронеже нет 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 в самом воронеже нашли центр они там сами вот и я нет я балл я якобы я визуально знаю там нашли с братьями общался вот хочу лучше с ним познакомиться конечно тоже еще побыть уже пожить тоже послужить как-то вот и тоже бог утешил таким образом интересным очень в школу сейчас это будет сюда но чаще всего это говорят основы культуры православной но опять-таки там о вере фактически ничего не говорится вот но живой настоящей вере а говорится больше даже если о церкви то я православие то больше как о народном православие даже даже не скорее даже не религиозно вот о масленице да вот кстати скоро да в принципе значит проводу русской зимы еще праздники такие проводили раньше да значит тоже масленицы ну вам как страшно или вот эта баба который сжигает это же является идол это язычество да значит там да и много всего там язычество и в принципе вот если брать вот празднование как они сейчас празднуются да это ну 90 процентов это язычество там очень мало вообще настоящего истинного чего-то христианского почти нету а вот если брать вообще как бы ну как оно по церковному по православному то там как бы ну нет такого как бы потому что вот эти обычаи да то же самое с этим бабу сжигать значит это опять-таки это даже не церковное православие это народное православие это даже как бы не религиозно то есть это даже сами священники да это обряд который даже не религиозно совершенно даже сами священники там если там но спросить там священник скажет это это по сути не наши это так это больше пережиток еще до христианского верования даже ну типа ивана купала да да вот иван купала там немного все остальное там там не тоже сейчас не помню как могли как могли веселились да отрывались да в принципе ну да ну как пушкин александр сергеевич писал там и проводив зиму блинами и вином поминки и творим мороженым и льдом описывал там провода зимы смысл то а так да вот по сути это что тоже блин там они говорят ну знак солнца божества которым поклонялись там раньше но я блины вообще люблю честно говоря это мой из русской кухни фастфуд любимый такой честно говоря вот блин да масленица нет а ну конечно и интересно и вкусно как бы насчет но просто в древности она же в древности это имела ну как бы оккультное значение звучание какой-то даже та же самая елочка допустим да сейчас вопрос для нас это больше как бы но культура традиция такая новогодняя традиция там рождественская обсуждатом вот и по англоязычной меди тоже там даже песни это всякие из про елочку вот а кстати в лесу родилась елочка песня знаменитая такая ешь еврейка написал кстати да еврейка на счета насчет и кстати эта песня спасла и жизнь однажды когда был голод то и даже во время голода начали поек даже в древности когда узнают что именно она автор той самой знаменитой песни такой вот так вот да так что не знаешь она просто была гувернантка в доме богатых людей значит еврейская девушка молодая и вот сочиняла некоторые песни музыку вот и одна разочинила такую песню вот как в западной культуре же англоязычной есть там песни там о крисмас три рождественское дерево но она решил наподобие что такое только такое более простецкое но получился очень весело и классно вот значит их но опять-таки сейчас же мы не придаем этому оккультного значения какого-то вот как древности допустим те же самые да даже когда сейчас я я блин я не думаю о боге солнца честно говоря в меньшинстве как это принимает да могу вспомнить конечно или как уже не да си символ весны домом да но солнцестояние там да а ну да вот так вот и а вообще вот к сожалению вот это вот именно братья логатки масленица то да там по намешано всего языческого бесовского культова те же самые столбы значит там значит там все 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 это все же короче там что куда не глянь там везде бесы вот будем так говорить это такой нашпигованный очень сильно бесами праздник вот но сейчас люди не знаю если брать масленицу то но я для христиан лично я не вижу смысла них участвовать вот в таком там сжигание чучело там и там и прочее там ритуальное поедание блинов значит там вот значит лучше если хочешь блинчиков дом нормально поешь значит там как бы наш там без этого ритуализма какого-то там вот знаете ли хотя и сейчас такой микс такой знаете вот смешание и церковного языческого и светского государственного что-то такое рождается такое вот как допустим ну в разных праздниках то выражается вообще по-разному вот а вообще по церковному мне очень нравится кстати масляная неделя сырная еще называйте в церковной традиции сырная масляная неделя значит она насчет это масляница да в церковной традиции она называется в календаре православном называется неделя о страшном суде представляете вообще то есть вся эта неделя масленицы в церковной традиции называется неделя о страшном суде вот я стал копаться почему интересно почему значит она вот такая самая разгульная и самая веселая но она страшном суде вообще-то оказывается но в древности еще вот еще не нашей древности а еще византийской древности короче еще до принятия христианства на руси еще в той древней византии еще вот когда значит в календаре обозначили такую неделю перед великим постом будет так далее и назвали и назвали я freezing ее недели о страшном суде чтения из писания страшном суде значит значит и и вот суде последнем о великом суде вот и о частном суде и вот к великом и суде всеобщим как бы лион так И византийцы проводили в древности эту неделю в празднествах, в застольях, в весельях. А почему? Потому что в древности знали из писаний, что верующий на суд не приходит, но перешел о смерти в жизнь. И что в древности в Византии была такая вера, сохранялась эта вера еще времен великих Каппадокийцев, что мы празднуем, ликуем всю неделю, празднуем свое избавление, зная, что мы если на суд приходим, это конечно страшно, но мы приходим не как подсудимые, а как свидетели его. И что Бог простил нас и спас нас, и мы спасены навеки. Вот эта тема была такая главная. Потому что, ну еще как бы, еще наверное в противовес иудаизму, потому что в иудаизме допустим день страшного суда, или как бы день искупления, как бы да, Йом-Ха-Кипурим, то значит или Йом-Кипур, то значит это день печали, ну не то что печали, ну праздник со слезами на глазах, этим словом. То есть это покаяние и до конца, не в те времена, не сейчас, нет, ну сейчас по-разному тоже, нет уверенности у религиозного набожного иудея, нет уверенности, что он будет прощен. Ну по крайней мере вот сейчас, допустим, на данный момент, или в вечности, ну хотя в вечности по-разному тоже представление у них есть. Разные школы иудаизм по-разному учат. Ну значит, а в исламе допустим, то у меня большая родня мусульманская, вот начинаем общаться мы на эту тему с родственниками или там, или просто с обычными, с другими мусульманами, то у них представление о судье страшное вообще, ну такое очень страшное представление, то есть как бы, что никто не может быть вообще уверенным до конца, значит, в спасении. У них такое понимание, как вот допустим в традиционном православии тоже бытует, или у многих тоже протестантов, есть такое, к сожалению, тоже учение и у католиков, многих, не у всех тоже. Вот что значит, что до конца, вот когда умрет человек, уже там уже последний будет разговор, как бы, и человек как будто бы не может иметь вообще уверенности в спасении своем. Вот, и пример в исламе обычно приводят, значит, вот я разговаривал с разными мусульманскими учителями, вот пример приводят Мохаммеда, Магомеда, основателя ислама, значит, хотя они не соглашаются с этим, с этой формулировкой. Вот, значит, так вот, значит, и Мохаммед, он когда умирал, то он умирал в агонии, значит, в таких вот переживаниях, в муках таких вот, моральных там, муках физических, наверное, он был в сплетении весь. И вот собрались ученики его, сподвижники его, они говорят, вот, собрались, и они даже удивлялись, как бы, там, в хадисах описывается, в достоверных хадисах, описывается, что, значит, что ученики, сподвижники говорили ему, что, о, пророк, как бы, вот, кому-кому, я так своими словами передам это, что, кому-кому, а тебе, вот, точно, наверняка, у Бога есть место в раю его, ведь ты пророк, тем более, последний в цепи пророков, как мне, вот, верили уже тогда при жизни его, вот, последний на земле пророк, вот, наверняка, значит, вот, Бог будет тебе милостив, и, вот, Бог тебя заберет, значит, ты будешь в раю. Вот, а он был по-прежнему в смятении, эти слова не могли его успокоить, и он, значит, даже сказал такую фразу им, напоследок, умирая, как бы, вот, с чем он ушел, как бы, что я боюсь суда Божьего, страшусь суда Божьего, и не знаю, где буду, как бы, ну, опять-таки, своими словами передаю, передаю, вот, и потом идет, как бы, тафсир, или, как называется, это, ну, толкование, объяснение, как бы, уже современное, уже такое объяснение, что, там, мол, на самом-то деле, Мохаммед, он, как бы, знал, что он пойдет в рай, как бы, да, на самом-то деле, но он решил в последние минуты жизни, как бы, разыграть такую, как бы, не сцену, как бы, но показательный урок сделал, такое смирение, как бы, что, верующий человек, он должен быть смиренным до конца, вот, до последнего вздоха своей жизни, как бы, хотя он сам пред Богом, как бы, знал, что он будет все-таки в раю, но, опять-таки, получается, какое-то лицедейство, лицемерие какое-то, получается, если ты спасен, а ты знаешь это, то почему это не можешь сказать в последние минуты своей жизни, вот, значит, Значит, а если ты страшишься, то страшишься на самом деле. Я все-таки верю не к рукованию, а тому, что было передано с подвижниками его, действительно, что он умирал в последние минуты своей жизни, он не знал пути спасения. То есть он действительно был, я так понимаю, искренним перед смертью. А перед смертью обычно все искренние были. Вот, там как бы не до того. Вот, значит, и вот так вот, и если брать евангельское, вот, библейское, ну, учение христианское, то это действительно страшный суд, это для нас, ну, это радость для верующих. Вот, Господь возвращается, и суд будет, и я благодарю Богу, что я спасен и освобожден от этого суда, значит, и, то есть, на меня не распространяется, гнев Божий не распространяется, как на верующего человека, значит. Опять-таки, тоже здесь, видите, как бы, даже это учение, оно, как бы, тоже довольно, скажи кому, порой люди, порой мы все делаем друг, да, разное учимся на эту тему. Вот, опять-таки, чтобы, вот, говорят, уверенность в спасении, вникать в Слово Божье, в себя и в учение, да, в Слово Божье, а еще важно, важнейшее, вот, как вот, по ноге, опять-таки, с этими огурцами, просариваться, пропитываться им, потому что ты в этом живешь, ты в этом, как бы, просариваешься этим, когда ты об этом и размышляешь, ты, когда, вот, Бог в тебя, ну, можно выразиться, так вот, глубже-глубже проникает, а ты в него глубже-глубже проникаешь, как бы, вот, вот, и это тебя на каждом этапе твоей жизни земной все больше и больше, вот, как бы, удостоверяет, ты имеешь внутри себя это свидетельство, все больше и больше свидетельства, что ты спасен, и что, действительно, что имя твое записано на небесах, и что ты дитё Бога, вот, это очень, ну, это вообще, по сути, это архиважно. Знаете, вот, как вот, был такой Модест Модестович Корф, церемоний мейстер был царского двора императорского в XIX веке, он жил, ну, как бы, на рубеже, конец XIX, начало XX века, застал царство, нет, Александра III, как раз вот, был при нём церемоний мейстер ему царского двора предпоследний русский царь, значит, императора, и, ну, к сожалению, царь его рефрессировал, вот, за веру такую евангельскую уже, вот, и этот Корф обратился к Богу, и ещё там Пашков, они, у них интересные, вот, похожие свидетельства были, они были православные, оба, и очень влиятельные люди в государстве, Пашков Василий Александрович, он был вообще, ну, по-нашему, как олигархом, чуть не пол России было ему, либо под ним, либо должно ему, то есть, даже романы ему должны были всегда, значит, то есть, он был очень богатым человеком, Пашков, значит, и вот даже его дворцы, сохранившиеся, да, вот, свидетельствуют, у него там, значит, и пароходы, и заводы, значит, и земли, значит, там, и что только не было у него, значит, и весь капитал он держал в России, вот почему он, когда его разорили, без закона, закона, как бы, разорили, значит, он, без копейки его выдворили из страны, с одним чемоданом, с вещами только, вот, и с богатейшего человека в России, и вообще на земле богатейшего, на тот момент он стал просто нищим, человек уже пенсионного возраста, будем так говорить, вот, значит, с одним чемоданом вещей, но перед тем Александр Третий, этот государь, он с ним беседовал, значит, и ему ставил условия, либо он отрекается от евангельской этой веры, библейского своего понимания сейчас, и возвращается в православие, и его не будут больше трогать, либо его таким образом его разоряют, у него все забирают, вот, и его выдворяют из страны без права возвращения, если будут попытаться вернуться, то Сибирь матушка по ним плачет уже, вот, значит, и вот он предпочел, вот, идти за Христом дальше, лишился всего, абсолютно всего, на старости лет он оказался в Париже, с одним чемоданом вещей, голодал, значит, там, значит, и потом, значит, он устраивался там, полы мыл, значит, в этих дешевых кафешках, значит, петербургских, ой, этих, парижских, значит, и, значит, но самое интересное, потом приезжали дворяне русские в Париж, там уж много было дворянных русских в гостях всегда, и все старались в эти кафешки дешевые заходить, посмотреть на него, им интересно было увидеть богатейшего некогда человека Россия и Земли, планеты, будем так говорить, на дупомен, вот, значит, который стал посудомойкой и полы моет, значит, значит, и живет там счастливо, так интересно было это все, чудно было видеть, вот, живущего от зарплаты до зарплаты, как бы, чтоб ты жил на одну зарплату, вот, как бы, проклятие на нем исполнилось, да, как бы, такое, ну, в понимании людей, но самое интересное, дворяне многие, что, с ним беседовали, они писали потом, что более счастливого человека мы, фактически, в жизни не видели, вот, то есть, он, они думали, сейчас увидят его, он там будет, о, там, опа, там, все, там, какой несчастный, там, все, оказался без ничего, вот, вот, и потом дворяне, некоторые, кстати, на его примере научились, что нельзя рискапитал одержать только в России, вот, кстати, это их, это потом помогло, после революции некоторым помогло выжить, вот, потому что раньше такая была традиция, что все деньги только лишь в стране, то есть, ни у кого мозгов не хватало что-то вывести, не то, что в офшоры, вообще даже просто на какой-то счет в банке где-то положить, где-то в Европе, допустим, вот, просто мозги не работали в этом направлении, вот, вариант, вот, вот, а после случая с Пашковым все поняли, что, а кто следующий, а мало ли, вот, как бы, и стали там открывать счета, значит, и потом, когда бабац, революция, как бы, то, значит, некоторых это спасло реально, вообще, но в жизни, я встречался в Сан-Франциско, там, с старыми дворянками, они девчонками были еще сопливыми, когда все это происходило, но, вот, кое-что помнили, их дети, их матери рассказывали, как-то все происходило, и, говорит, просто чудо, что, вот, надоумило, вот, свыше, как бы, что действительно, значит, хотя бы энную сумму некоторую просто положить, значит, на счет где-то в Америке, вот, и потом, когда они оказались уже в новом свете, они, говорит, поняли, что это было действительно, ну, это не о том, но, по крайней мере, Пашков, вот, Василий Александрович, он, значит, он там умер, он не дожил даже до революции, он уже был старым человеком, в принципе, вот, но, вот, он умер именно, вот, таким вот, с Богом, ну, а Романовым грабеж этот на пользу не пошел, знаете, вот, оно, как бы, неправильно приобретено, оно как пришло, так и ушло, да, даже еще хуже делают, в общем-то, так, ну, и по жизни это видно очень хорошо, вот, а за что и Корфейма, и Пашкова их репрессировали? За слово Божье, они были обычными православными людьми, ну, не совсем обычными, правда, богатыми и высокопоставленными, а Корфу умер где-то в Берлине, по-моему, тоже тогда же, вот, но за что их выдворили, и ограбили, и выдворили, они обратились, вот, именно к живому Богу, понимаете, вот, и того, и другого, вопрос, там, Софи Паула Ливин, графини, потом писала о них воспоминания свои, есть книга об этом, очень интересная, кстати, вот, и, значит, и тому, и другому, представляете, значит, вопрос однажды прозвучал, а спасен ли ты сам? Вот, Пашков, допустим, он, когда был этим олигархом, он очень много на храмы жертвовал, значит, там, и много, очень, там, сотни храмов были построены, ну, на его деньги, по всей России, до самого Дальнего Востока, там, значит, и, значит, как бы, он считал себя очень таким набожным меценатом, там, религиозным человеком, все праздники, посты, все, как бы, чинбочинно было у них, там, вот, образцовая такая была семья, значит, религиозная, православная, не только богатейшая, но и такая вот религиозная, да, вот, все по старым таким традициям, все вымерено, все было, и очень сильно уважали его за это, он моральный был очень человек такой, значит, вот, значит, и, но что интересно, когда вопрос ему прозвучал, ему этот английский, этот лорд, этот, Редсток, Гранвилл Редсток, задал вопрос в Петербурге, вот, что, спасен ли вы, вы сами спасены или нет, вот, если сегодня ваш последний день, час, знаете, куда вы пойдете, и все, и Пашков завис, и он не мог спать, не мог есть, ничего, вот, пока вот, все, расскажи мне, вот, именно, стал вникать в слово, Библию читал, значит, и слышал, слышал слово, и понял, что все, его вера, она не имела самого важного, элемента, значит, вот, все вроде есть, да, а вот, чего-то нету такого, что не тронется его жизнь дальше, например, машину хорошую, как вот я был там, в Америке, в Штатах, там, рассказывали мне, я жил там, это, ну, южный район, как раз, там много черных очень, но я жил так на среде, на границе южного района, там много черных, но еще и белые еще живут некоторые, и вот, значит, им рассказывают, там, там много русских живет, они еще не боятся, там, тем более, жилье там дешевле, значит, гораздо, вот, значит, снимать или покупать, тем более, значит, но по ночам там полиция редко появляется, и много всяких личностей нехороших бывает на дороге, и вот, значит, и черные ребята нам покупают, с ними хорошие машины, дорогие машины, а денег нет даже на бензин, даже на пару головных, чтобы заправить хотя бы, короче, сосед, сосед там, черный парень, значит, ну, короче, отладывал, где-то там приворовал, ну, короче, он как-то купил себе дорогую тачку там, вот, а денег нет, у мамы глянче, мама его там под затыльник, он здоровый парень, иди, мол, работай, а он работать не хочет, вот, значит, короче, утром, рано еще засветло, машину из гаража выталкивают, мне даже бензин, чтобы заправить машину, выталкивают, протер ее, и она стоит возле дома, вроде как бы, есть у нее машина, уже ночью, уже темнеет, уже заталкивает обратно в гараж, вроде она у него есть, месяц-два проходит, а нет денег на бензин даже, представляете, вот так вот, а потом у мамы выключил на пару галлонов, заправил, и поехал к друзьям, показался, и обратно приехал, все, вот, я раньше думал, что русский понт дороже американского доллара, оказывается, у черных свой понт есть, тоже не меньше валюты, вот, но факт то, что, действительно, религия, да, вот вера порой людей, да, интересно, вот как-то машина дорогая, да, например, машина хорошая, а нечем заправить-то, вот, что-то не хватает, что, чем должна поехать, вот, вроде все есть, вроде все, и карбюратор, двигатель, все хорошее, все, как бы, должно работать хорошо, а вот, чего-то не достает, бак-то пустой, элементарно, вот, я так понимаю, что, значит, вот, действительно, вот, Бог дает, вот, понимание многим людям, вот, как вот, и Корфу дал, и Пашкову, что самое важное, должно, вот, его мы, как бы, и мимо прошли, Христос должен быть основанием, все, вот, евангельское понимание, убеждение двое, тогда все будет двигаться, фундамент, да, надо чем-то все заправить, это жизнь вообще все это, и двигаться тогда уже, вот, слава Богу, у меня вот этот тоже вопрос, как-то, ну, мне самом, как бы, я с ним не делюсь об этом, тоже, как-то, я просто прислушиваюсь, ну, к то, что говорит, вот, по поводу, ну, вот, как бы, спасения, да, то, что, ну, вопрос такой часто возникает, спасен ты или не спасен, как бы, ну, сам для себя, и вот, ну, как бы, да, и вот некоторые говорят, вот, ну, там же написано в Библии, что спасешься, я, как бы, как из огня, что некоторые так спасутся, и я вот тоже размышлял над этим, и тоже, вот, ну, как бы, вот, ну, не знаю, ну, думаю, если, Господи, если ты со мной, я принял тебя, я верую, я в это, я придерживаюсь в этого, если имя мое записано в книге жизни на небесах, вот, Иисус сказал, как Он говорит, не тому радуйтесь, что там бесы повинуются, а тому радуйтесь, что имена ваши записаны там, так, думаю, я должен радоваться, ведь в это, действительно, я должен радоваться, вот, в это, и не думать о том, вот, да, стараться не грешить, обходить грех, избегать греха, если даже и согрешил, я знаю, я покаюсь, Господь, простить меня, вот, и в это, потому что, ну, я несовершенен бываю, вот, ну, все-таки все бывает в жизни, вот, где-то согрешаю, где-то, вот, где-то непроизвольно, где-то, вот, в порыве, там, злости, там, какой-то, ну, вот, возникают всякие ситуации, вот, я же, я просто человек, я говорю, Господи, я просто человек, я же вот перед Тобой весь, и я принял Тебя и пошел за Тобой, и я не разочаровался ни разу в том, что я пошел за Тобой, что бы ни возникало, я перестал смотреть, вот, на людей, что люди делают, как поступают, я вообще, вот, я смотрю, говорю, Господи, что бы вокруг меня ни происходило, я смотрю только на Тебя, вот, 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 ты, ты мой, как говорится, путь, истина и жизнь, вот, и, вот, человек несовершенный, но в несовершенного человека приходит совершенный Бог, вот этот процесс, он благословенный процесс, и, вот, по поводу головешки, там, из-за меня, я тоже слышал не раз уже такое, да, выражение, но, опять-таки, надо смотреть, ну, в контексте, не просто, беда наша в том, верующих очень многих, и моя тоже часто бывает, беда такая, и бывает, я потом себе ловлю мыслью, что, ворвая из контекста что-то, как бы, вот, не смотрю, что в контексте, учусь, я лично учусь тому, чтобы смотреть в контексте всего писания, во-первых, всего писания, во-вторых, этой книги хотя бы, значит, главы этой, там же, про это, значит, из огня спасется, да, как бы, из огня, опять-таки, надо смотреть, почему такое происходит, к чему это вообще написано, там, да, третья глава, я, о, это, Каринфинанта, да. В библийской школе, в последнем, последнем, там уже, уроки, экзамен, там, сто с лишним вопросов, значит, тестировали, и там есть такой вопросик, который, ну, многие, как бы, ошибаются, есть такой вопрос, чем ближе Бог, кем ты себя ощущаешь, ну, все пишут, там, Святым, Божий, там, Он меня спас, то есть, я его суббитый, и тут раз, получается, что, нет, чем ближе Бог, тем больше ты должна ощущать себя, ну, как грешникам, ну, да, но если, если так, то да, но если он внутри тебя уже, вот, то не просто ближе к тебе, а внутри тебя, то это другое переживание совсем, я тоже в этом убеждался, вот, вот, а насчет ближе, вот, очень хороший пример, значит, этот, Чарльз Перджин приводит, про глину и про воск, мне очень понравился пример его, он говорил, что, вот, к примеру, в каком-то там полумраке, он говорил, там, в каком-то состоянии, там, температурном, значит, и глина, и, значит, воск, например, приводил, мог быть одинаковы, на ощупь, по примерам схожи, но когда я это выношу, вот, на жар солнечный или на пекло самое уже, там, уже, глина в камень превращается, а воск, он плавится, и вот так же он, например, приводил, там, вот, тот же самый, этот, этот, нечестивый царь, этот, значит, фараон египетский, он, значит, ожесточал свое сердце, да, его сердце было той глины, но чем ближе Господь был к его царству, к нему самому, тем он больше ожесточался, а потом, написано, Бог ожесточил его сердце, не потому, что Бог взял и сделал его сердце плохим, а потому, что он подошел к Бог слишком близко, как бы, можно выразиться так, к нему, вот, и его сердце, поэтому, как вот, от этого жара, оно уже просто окаменело уже, вот, как вот именно, вот, а Моисея сердце, оно плавилось, наоборот, вот, от близости этой Бога, присутствия его, но когда он оказался в самом присутствии, непосредственно Бога Божества, да, в самом, на горе, там, вот, чудо произошло преображение его, вот какое, что, изнутри уже этого светилось уже, вот, состояние, вот, и вот это было, еще, казалось бы, время закона, да, но уже, как бы, предвестник времени благодати, эпохи благодати, эпохи Духа Святого уже, предвосхищения эпохи Духа Святого, вот, поэтому, да, и так, и так, в принципе, верно, и так, и так, верно, вот, вот, и вникаем в себя, короче, и в учения, и занимаемся всем постоянно, да, так, и себя спасаем, и те, кто слушает нас, вот, и благоставляю всех братьев, сестер, кто смотрел, завершаем уже, а, есть, и сейчас...